всем привет с вами касс на этом видео у нас телефон xiaomi redmi note 6 pro данный телефон был у другого мастера он не смог его восстановить данный телефон падал в воду почему предыдущий мастер не смог восстановить я не знаю поэтому давайте вскроем телефон и посмотрим что же с ним не так когда на телефоне нажимаем кнопку включения моргает вот здесь вот светодиод что это означает и без понятий быть может нас телефон информирует о какой-то проблеме давайте разберем телефон и будет понятно что с ним не так обязательно перед разборкой снимаем сим лоток после отделяем заднюю крышку от телефона используя вот такой вот специальный инструмент скальпель со специальной насадкой кому интересно ссылка на данный инструмент будет доступна в описании а также будут доступны ссылки на расходные материалы и оборудование которые я использую на данном видео и так вот отделили заднюю крышку от телефона когда разбираем крышку резко не дергаем ее чтобы не порвать шлейф сенсора пальцев откручиваем этот винт который фиксирует шлейф сенсора пальцев и убираем защитный экран отстегиваем шлейф сенсора пальцев теперь откручиваем винты которые фиксируют шлейф аккумулятора также убираем защитный экран отстегиваем шлейф аккумулятора тем самым обестачиваем плату теперь нам нужно снять аккумулятор аккумулятор здесь уже отделялся от телефона поэтому нам его будет не сложно сейчас отделить вот так вот немножко приподнимаем аккумулятор и вот таким вот образом с помощью рубашки sim-карты отделяем аккумулятор далее откручиваем все винты на нижней части телефона заметьте предыдущий мастер снимая аккумулятор задел немножко шлиф дисплеем надеюсь это не отразится на работоспособности дисплея и так после того как открутили винты снимаем пластиковый антенный блок следов окисления на нижнее платье не было замечено поэтому откручиваем вот этот винт который фиксирует нижнюю плату отщелкиваем коаксиальный кабель разогреваем плату при температуре 200 градусов с помощью паяльного фена и вот таким вот образом отделяем плату от телефона на обратной стороне платы где находится usb разъем было замечено небольшое окисление поэтому эту плату нужно будет почистить ну и вот обратная сторона платы заметьте вот здесь под чипом есть окисление голубоватого цвета и вот здесь в области usb разъема тоже вы видите окисление в остальном все вроде в норме но и опять же вот это же место окисления только более крупным планом ну а это место usb разъема теперь нужно разобрать основную плату для этого откручиваем все винты которые фиксируют плату отстегиваем шлейф нижней платы также отстегиваем шлейф дисплея на контактах разъема видны окисление это говорит о том что на телефоне была влага теперь отделяем антенны пластиковый блок отщелкиваем шлейф 3 кнопок и в этой области поддеваем плату и наша плата отделяется от корпуса телефона в общем на плате видны небольшие окисления поэтому отправим плату на ультразвуковую ванну нужно будет с платы снять все пластиковые элементы такие как камеры и так далее также желательно снять защитные экраны но некоторые экраны у нас припаяны на плате поэтому мы их трогать не будем и так поместили плату в ультразвуковую ванну залили вот такой вот растворитель теперь нажимаем на кнопку 35w запускаем ванну на пять минут и нажимаем на кнопку пуск после пяти минут ванна выключилась вынимаем плату и оставляем его на сушку если кто хочет ускорить процесс сушки нужно применить фен для волос и так плата у нас засохла вот так вот она выглядит теперь нужно запустить телефон поэтому проверяем аккумулятор на нем напряжение 2 и 99 вольт этого напряжения мало для запуска телефона поэтому теперь нужно его подзарядить для подзарядки телефона будем использовать контрольные точки которые находятся на плате эти точки находятся недалеко от разъема аккумулятора и так вот этот контакт у нас является плюсовым контактом припаяем на него провод данный контрольный контакт или контрольная точка у нас минус после этого обязательно зачищаем место пайки теперь нужно будет плату проверить на короткое замыкание поэтому включаем lbp Выставляем на нем 4 вольта, подключаем телефон к ЛБП и никаких реакций от ЛБП на короткое замыкание, то есть плата у нас в норме. Теперь используем более мощный ЛБП для подзарядки аккумулятора, поэтому аккумулятор подсоединяем на телефон, а телефон подключаем к ЛБП. И теперь заметьте, ток заряда составляет 2 ампера, это слишком много, поэтому делаем ограничение в пределах ампера и ожидаем подзарядку аккумулятора на телефоне. Ну а пока подзаряжается телефон, нам нужно очистить от окисления данную нижнюю плату. Зубная щетка и спирт здесь не поможет, нужно будет пропаять те окисленные чипы. Прикрываем отверстие микрофона, чтобы его не испортить горячим воздухом. Добавляем флюс на те места, где нужно будет сейчас пропаять. На фене устанавливаем температуру 250 градусов, от N852D у меня фен. Пропаиваем область окисления до тех пор, пока не сплавится припой. В процессе пропайки нужно будет пошевелить какой-нибудь элемент. Если он пошевелится, значит припой сплавился. На этом можно заканчивать пропайку. После плату нужно будет зачистить зубной щеткой и спиртом. Подключаем нижнюю плату теперь к телефону. В свою очередь телефон подключен к ЛБП, подзаряжает аккумулятор. Если после подключения нижней платы ЛБП у нас даст информацию о КЗ, значит нижняя плата еще в замыкании. Но после подключения платы мы видим, что ЛБП у нас молчит, то есть плата у нас не в замыкании. Итого все хорошо. Итак, спустя некоторое время наш аккумулятор подзарядился, поэтому сейчас попробуем запустить телефон. Как мы видим, появилась заставка Mi и телефон у нас загружается, ожидаем. Итак, как мы видим, телефон загрузился, стоит блокировка. Код блокировки мы не знаем, но при этом телефон у нас работает. Сенсорный экран у нас реагирует на нажатие пальцев, экран показывает. Теперь можно собирать телефон. В итоге делаем такой вывод. Телефон не включался, потому что был в коротком замыкании. Данное замыкание смог устранить ультразвуковая ванна. Почему другой мастер не смог восстановить таким способом, я без понятий. А теперь подключаем зарядку для проверки. Как видим, телефон принял зарядку и при этом работает. Ток заряда у нас составляет 1 с лишним ампер. Это у нас информация о самом телефоне. А я на этом завершаю ремонт. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.